Пять омских компаний попали в предупредительный список Банка России. Сейчас в нем свыше 4000 организаций, 26 из нашего города. В работе новичков выявлены признаки нелегальной деятельности. Установлено, что компании выдавали займы без разрешения регулятора. Маскировались под комиссионный магазин или ломбард. Нередки случаи, когда под ломбарды маскируются комиссионные магазины. Они могут приобретать имущество с правом обратного выкупа и продать залог в любое время. Ведь по сути, юридически залогом это и не является. Напоминаю, что настоящий ломбард обязан выдать заемщику залоговый билет. Еще бывают ситуации, когда мошенники, которые скрываются под вывеской ломбардов, предлагают вложить сбережения под высокий процент. Но по закону ломбарды не имеют права привлекать средства от граждан. Банк России напоминает, если заемщик не успел расплатиться, ломбард вправе продать заложенное имущество. Однако об этом он обязан сообщить клиенту в течение месяца. Если стоимость проданной вещи окажется выше суммы долга, часть средств бывшему владельцу должны вернуть. Продолжение следует...